Здравствуйте, Андрей Пименович. Здравствуйте. Я хотела бы спросить о сроках уплаты налога на имущество. Скажите, пожалуйста, до какого числа, какого месяца анапчане должны заплатить ту сумму, которая указана у них в квитанции? Очень важный вопрос. Спасибо, что вы задали. В этом году у нас последний срок уплаты в 1 декабря. Ввиду того, что он выпадает на выходной день 3 декабря, поэтому просим платежщиков, конечно, не затягивать до крайнего срока, потому что платежки проходят через банк, к нам поступают, вы сами понимаете, не в день в день. И вот хотелось бы, конечно, попросить, но как-то заблаговременно, с учетом всего, оплатить налоги, чтобы мы уже увидели их и видели, что человек оплатил. Мы уже говорили о том, что изменился порядок исчисления налога на имущество. Теперь за основу берется кадастровая стоимость, а не инвентаризационная. И скажите, пожалуйста, можно ли оспорить кадастровую стоимость жилья или земли? Да, мы сталкиваемся с такими ситуациями. Мы поясняем платежщику, что в данном случае у нас есть определенные органы. Это кадастровая палата Касанского края, филиал. У нас положено в городе Касанаре. При наличии каких-то разногласий лицо, собственник может туда обратиться. Там есть определенный порядок рассмотрения заявлений. Ну, в дальнейшем случае несогласия с результатами рассмотрения, конечно, любое лицо имеет право обратиться в суд. Если собственник квартиры или дома не получил уведомления об оплате налога на имущество, какие действия он должен предпринять? Дело в том, что не все уведомления направляются посредством почтовой связи. У нас есть такой понятие личный кабинет. Это сервис финальной новой службы, к которому любой желающий может подключиться. И, конечно, сейчас определенное количество об оплате подключились. Поэтому в силу закона, при наличии данного сервиса об оплате чека, ему уведомление направляется посредством данного сервиса. И он в этом сервисе все спокойнее видит. Ему не нужно ждать получения уведомления. Мы оперативно разберемся, посмотрим информацию. В случае, если это какие-то технические моменты, либо что-то еще, мы, соответственно, отреагируем и максимально короткий срок ответим. Какие последствия могут наступить из-за несвоевременной оплаты налога на имущество? Наверное, хотели бы сказать так, что мы всегда считаем, что оппетички наши добросовестные и выполняют все предусмотренные нормы. Но, действительно, налоговый кодекс содержит некоторые нормы, которые направлены на то, чтобы не допустить неуплаты налогов. Как это рассматривает налоговый кодекс? В случае, если наоплательщик имеет объекты, которые подлежат налогообложению и не получают уведомления о поплате налога, при этом он не относится к категории льготников, то есть там, где он понимает, что может представить 100% льгота, он обязан до 31 декабря представить заявление по установленной форме с предложением про устанавливающих документов. Хочется обратить внимание, что в случае непредставления данного документа предусмотрены определенные штрафные санкции. Это 20% от суммы, подлежащих к уплате. А в случае, если просто оплательщик в свое время не уплатил, скажем так, налог, ну, по каким-то причинам, в законе предусмотрена сумма определенной опенеи за неуплату. Андрей Пиминович, спасибо большое за этот разговор. Всего доброго.